В России могут ввести цифровые дипломы. Об этом заявили в Министерстве высшего образования и науки страны. И произойти это может в ближайший год. Об этом рассказал глава ведомства Валерий Фольков. Здравствуйте, это КФУ Итоги недели. Сегодня в программе вы увидите. Мы находимся в настоящий момент в кардиохирургической операционной. Сердечных дел мастера. Какую операцию провели врачи униклиники? IT-сфера столкнулась, конечно, с большими вызовами. Время возможностей или кризиса. Ожидается ли наплыв абитурентов на специалистов в IT-отрасли? Вместо того, чтобы выдавливать нефть, газ начинает сам протекать скважину. Помощь нефтяникам. Как пена помогает добывать черное золото в России? Редкую операцию провели кардиохирурги университетской клиники Казанского федерального университета. Они смогли удалить опухоль сердца пациенту серебряного возраста. Операция уникальна тем, что новообразования на сердце возникают не так часто, но при этом сам процесс удаления трудоемок и сложен. Ведь работа специалистов идет на главном моторе человеческого организма. Опухоли возникают из тканей самого сердца или прорастают из других органов. Каждый четвертый случай первичного новообразования – это злокачественная опухоль. Пациенту униклиники повезло. Он попал в число тех, у кого диагностирована доброкачественная опухоль. А операцию ему делали врачи медико-санитарной части Казанского университета. Отметим, что в клинике работают одни из лучших специалистов не только в республике. К врачам в униклинику приезжают пациенты со всей страны. Зачастую потому, что в других регионах отказали в лечении или решении их проблемы. Как проходила операция? Об этом в нашем репортаже. Мы находимся в настоящий момент в кардиохирургической операционной, где подготовка проведения вмешательства на сердце. Даниар Хазяхметов – сердечно-сосудистый хирург с большим стажем. Ремонтирует больные сердца более 28 лет. Именно ему вместе с коллегами через несколько минут предстоит сделать редкую операцию на сердце по удалению доброкачественной опухоли. Аппарат центрифуги, который позволяет возвращать все потери крови во время операции через отмывание эритроцитарной массы. Операционная оснащена современным оборудованием. Здесь и наркозная, аппаратная и искусственная вентиляция легких. Есть и аппарат искусственного кровообращения. Он сможет заменить на момент остановки сердца. А аппарат центрифуги позволяет возвращать кровь, потерянную во время операции. Одним словом, что есть самое лучшее в медицине, находится в этом кабинете. Состояние пациента под контролем во время сей операции. Аппарат, который серебральный соматический оксиметр, который позволяет чутко мониторировать степень оксигенации, то есть насыщение тканей кислородом как головного мозга, так и внутренних органов. Подготовка к операции занимает не просто несколько минут, а несколько дней, говорят врачи. Все хронические болезни лечатся заранее. Операция плановая, но непростая. Ведь врачам придется остановить сердце пациента на несколько часов. Сердце будет остановлено на время основного этапа операции, потом запущено. В рамках этой операции, вот конкретно вот этой, пациент был достаточно сохранный. То есть каких-то дополнительных воздействий до него не оказывалось. Имеется в виду каких-то хронических заболеваний у него требующих лечения не было. Предоперационная подготовка занимает не более получаса. Медсестры измеряют пациенту артериальное давление, подключают к необходимому оборудованию. После работа переходит к анестезиологам. Далее начинают хирурги. С помощью электромеханического ножа они вскрывают грудину. Как правило, для проведения таких операций сердце и легкие нужно остановить. Для этого подключают аппарат искусственного кровообращения. Он компенсирует работу отключенных органов. Это дает возможность хирургам аккуратно провести работу. К тому же процедуры под контролем аппарата искусственного кровообращения проходят дольше, что необходимо при устранении сложных патологий. Миксома является наиболее частой из первичных доброкачественных опухолей сердца. На ее долю приходится половина всех случаев. У женщин миксомы встречаются в 24 раза чаще, чем у мужчин. Пациенту униклиники 72 года. По словам врачей, раньше никаких жалоб у него на здоровье не было. Пациент ведет активный образ жизни, занимается спортом. Доброкачественную опухоль на сердце обнаружили случайно, во время обычного обследования. Подобные операции проводятся редко, говорят медики. Такие патологии у пациентов просто не выявляются на ранних стадиях. В среднем в год на миллион населения должно выявляться, судя по статистике, от 20 до 100 человек. К сожалению, выявляемость этой патологии гораздо меньше. И в год мы проводим, наверное, 2-3 такие операции всего лишь. Сама операция проходит 3 часа. Чтобы удалить опухоль и заново запустить сердце, потребуется именно столько времени. В операционном кабинете работают 9 специалистов. Это хирурги, реаниматологи, перфузиологи, анестезисты. Даже имея огромный опыт и современное оборудование, такие операции легкими врачи назвать не могут. Сложность всегда присутствует, говорят они. Во-первых, есть риск всегда фрагментации этой опухоли, то есть распадения ее на части, что нельзя допустить ни в коем случае, потому что кусочки этой опухоли могут попасть в кровоток и впоследствии в любой орган. Но и основание этой опухоли должно быть удалено очень тщательно, чтобы не возникло рецидива повторного роста этой опухоли. Этому пациенту повезло. Опухоль обнаружили вовремя. И он попал к опытным хирургам университетской клиники КФУ. Но не у всех так. Врачи предупреждают. Нельзя игнорировать любые патологии сердца. Надо заботиться о своем главном, жизненно важном органе – моторе своего организма. Надеяться, что болезни сами пройдут – тоже не надо думать. Необходимо своевременно обследоваться, не оставлять на потом любые симптомы. Пожалуй, будет оправдано ежегодное проведение эхокардиографии, особенно у пациентов старше 50 лет, у которых риск возникновения подобных опухолей сравнительно выше, чем у остальной массы населения. И поэтому подобные профилактические осмотры помогут нам выявить эти опухоли на более ранних стадиях и, соответственно, прооперировать с меньшими осложнениями и с лучшим результатом. Попасть к врачам Казанского федерального университета может каждый. Здесь есть и ежедневная консультация кардиохирурга. Главное – иметь при себе направление, говорят врачи. Пациенту, которому сделали операцию, необходимо будет в дальнейшем пройти курс реабилитации. Главное, что он решился на операцию и выйдет отсюда со здоровым сердцем. Салават Мухмадуллин, Хафиз Гараев, КФУ. Итоги недели. Максимально комфортные условия для специалистов IT-сектора сейчас создаются в России. Правительство приняло ряд мер поддержки сферы информационных технологий. Так специалисты отрасли в возрасте до 27 лет с высшим образованием и работающие в IT-компаниях могут претендовать на отсрочку от армии. Есть возможность получить льготную ипотеку. Их освободят от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами. Также они смогут брать кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке, не превышающей 3%. Все эти решения направлены на сохранение кадрового потенциала в IT-отрасли в стране. Ожидается ли в связи с этим наплыв в ВУЗы на те специальности, которые готовят профессионалов в этой сфере, мы решили поговорить с Михаилом Абрамским, директором Института информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Добрый день. Первый вопрос, который сейчас волнует и государство, и вообще все российское общество, как обстоят дела в IT-отрасли? Есть ли кем заменить, есть ли вообще такая необходимость в замене тех, кто уехал работать из-за рубежа? Ну, на самом деле, IT-сфера столкнулись, конечно, с большими вызовами. Но касательно уехавших наших коллег, хочу сказать, что почему-то в обществе есть какое-то отношение, что они уехали, оборвали все связи. На самом деле мы общаемся с разными компаниями, и у всех деметрально противоположная ситуация. То есть где-то офисы уехали полностью в другую страну, вопрос с законодательством был связан, чтобы с бизнесом вести какие-то дела. У кого-то сотрудников просто некоторых на удаленную работу перевели или разрешили перевести, у кого-то вообще ничего не поменялось. И даже те, кто уехали, на самом деле некоторые работают и над российскими проектами. То есть в целом связи в IT-сфере российской, независимо от того, где находится человек, в принципе, они остаются. Вот и у нас тоже есть коллеги и были, которые у нас преподавали какие-то специальные курсы онлайн из другого города или другой страны. Мы тут увидели, что мы можем стать настоящим международным институтом, когда будем привлекать таких вот наших сотрудников, которые работают в офисах всего мира. Поэтому, конечно, вызов много. Касательно замены, вы знаете, но IT-сфера всегда привыкла к тому, что она ищет кадры. Сейчас это может быть острее, но это не новая проблема для IT-сферы, поэтому это, конечно, надо решать. А как вы оцениваете меры поддержки от государства? Это же льготное кредитование, льготная ипотека, миллионные, по-моему, даже миллиардные гранты, плюс еще отсрочка от армии. Ну, хочется сказать, что, конечно, хотелось бы, заглядывая в прошлое, чтобы эти меры были введены вообще задолго еще, может быть, даже до ковида, потому что все их ждали. И мы, говоря с бизнесом, бизнес говорил, вот те люди, которые могут выбрать страну, где открывать бизнес, они, скажем так, могут выбирать не российский закон, потому что Россия эффективное законодательство очень, но в то же время IT-шникам не давалось прям сильных какие-то послабления. Они выбирали другую страну, просто потому что там выгоднее было открыть бизнес. Сейчас, конечно, это все меры важные, мы это полностью поддерживаем, но, насколько я знаю, еще будет вторая волна этих мер. Мы ждем, конечно, еще новый пакет мер, мы их отслеживаем, потому что у нас спрашивают, консультируются и будущие студенты тоже, наши абитуриенты и будущие выпускники. Ну, то есть можно ждать большего, и это большее необходимо. Конечно, конечно. И вообще говоря, на самом деле, меры поддержки IT-компаний, но давайте поддерживать IT-факультеты, потому что на самом деле, скажем, у нас наш кадровый состав на 75% это привлеченные специалисты, из них где-то половина, процентов 50 это индустрия. И когда поддерживаются компании, но не поддерживаются IT-образования, в плане того, чтобы, например, гранты для IT-преподавателей, найти исследования какие-то новые, то это, конечно, ну, опять же, дисбалансируя кадровый рынок, выбирая карьеру академическую и индустриальную, люди еще больше будут выбирать индустриальную, и так сейчас эта проблема есть. Поэтому, может быть, еще стоит ждать или надеяться на новые гранты. А вот в связи с этим, ожидаете ли вы, что сейчас нагрянет поток большой ветвариантов, вырастет их количество кратно именно в Институт информационных технологий и интеллектуальных систем, и вообще готов ли он к этому? Ну, вообще, в первом приближении мы, конечно, ожидаем увеличения, хотя, если подумать, то, например, мы можем сказать, что меньше людей будет уезжать из России в этом году, и, значит, они будут поступать в ведущие вузы страны, и, соответственно, те, кто поступил бы в ведущие вузы, но их в этом году не поступят, они будут искать, скажем, ну, не Москву, Питер, не столичный вуз, скажем так, а сильные вузы в регионах. И, с другой стороны, мне кажется, каждый IT-факультет сейчас тоже в нашей стране продумывает, как увеличивать набор студентов. Говоря про нас, мы, конечно, готовы, мы в этом году диверсифицировали наши бакалаврские программы. У нас раньше была одна программа, на которую мы набирали всех, а в этом году мы поделили ее, и у нас есть, как бы, наша классическая программа, бакалаврская, которая, собственно говоря, все эти 11 лет у нас развивается, и мы еще открываем ее некую онлайн-версию. Фактически, это программа, такой хаб для курсов наших онлайн-партнеров. Это компания, и компания российская, занимающаяся онлайн-образованием. И вот этот контингент второй программы, это фактически возможность совмещать учебу и работу. Реально ли поступить в магистратуру, получив степень бакалавра, например, в гуманитарную область? Реально. Значит, дело в том, что мы изначально замышляли магистратуру, что там могли проходить все обучающиеся. Конечно, технарям, условно говоря, проще немножко учиться, но у нас есть возможность на некоторых курсах выбирать, ну вот, скажем, подгруппу, где будет именно такое доведение до какого-то уровня тех, у кого нету профильного образования. Вообще, как бы, задав экзамен, можно пройти. Вот у нас, например, программа по виртуальной дополненной реальности разработки игр, там среди экзаменов это творческий проект, да, это как бы вообще не техническая вещь. Например, на программе по искусственному интеллекту, которую мы вот стартовали год назад, фактически у нас сейчас учатся студенты и, в общем, нет двух студентов с одного института, ну, бакалавриата. То есть, у нас там физик, математик, значит, международник, юрист, значит, значит, выпускник ВМК. Ну, то есть, вот, абсолютно разный состав и, вы понимаете, образование, когда приходит такой широкий состав студентов, не может быть какой-то такой очень сильно углубленный, прям вот хардовый. Мы, наоборот, в этой программе стараемся показать весь спектр технологий по искусственному интеллекту, чтобы народ мог выбрать, чем заниматься, какие проекты делать. Поэтому, можно, да, поступайте, мы всех очень ждем. Большое спасибо за интересную и содержательную беседу. Спасибо. В том, что молодые специалисты Казанского университета и их исследования востребованы не только в Татарстане, но и в стране, расскажет очередной пример новой технологии. Молодые ученые КФУ создали метод, который повышает эффективность добычи нефти. Технология востребована везде, ибо проблема тяжелой, трудноизвлекаемой нефти актуальна не только для России. Так, разработка научного центра мирового уровня, рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты, созданного на базе Казанского федерального университета, поможет безопасно перекрывать потоки газа в добывающих нефтяных скважинах. И делается это с помощью необычного материала, какого увидела Эльвина Минабуддинова. Это не жидкость и не газ. Это создается при помощи реагента, имеет очень необычные реологические свойства. Подобным явлением есть целая область изучения коллоидной химии и физика, усиленная полимером пена для блокировки поступления газа в скважине. Проект ученок Казанского федерального университета совместно с индустриальными партнерами. Проблема добычи трудноизвлекаемой нефти актуальна для многих стран. В каждой из них появляются специфические трудности. В России доля трудноизвлекаемой нефти растет. Сейчас она превышает 65% от общего объема. По словам Эмилиса Айфулина, старшего научного сотрудника лаборатории методов увеличения нефтеотдачи прослойка нефтенасыщенной породы часто бывает тонкой, находится близко к газовой шапке, газонасыщенной породе. Именно по этой причине вместо нефти в скважину прорывается газ. Прорывы происходят по высокопроницаемым зонам, где газу легче перетекать. Под давлением например той же газовой шапки нефть выдавливается в скважину. То есть шапка сверху, снизу, нефть обычно посередине и еще ниже вода. Обычно такое натуральное распределение. Так вот если пробурить трубу именно в сторону, то есть в ту плоскость, где есть нефть, то обычно газ выдавливает нефть наверх. То есть из-за избыточного давления в принципе как это происходит. Но это в идеальном случае. В неидеальном случае же у нас газ и нефть они не совсем разделены так однородно. Есть области, где газ непосредственно близко подходят к скважине вот так грубо говоря. И вместо того, чтобы выдавливать нефть, газ начинает сам протекать скважину, а нефть с другой стороны не двигается. Поэтому надо вот эти области заблокировать каким-то образом. Для этого разрабатываются различные системы. Например, это гелия, мелкие частицы, которые набухают в процессе химической реакции. Одной из систем является пена. Пена обладает уникальными свойствами. Она позволяет заблокировать зоны, и тем самым обеспечивает добычу нефти. Пена по сути то же самое. Это газ и вода, которые обычно не смешиваются. Но позволяя, добавив поверхностно активное вещество, которое позволяет создать вот этот скелет вокруг пузырей газа, который не позволяет схлопываться друг с другом, мы создаем какую-то псевдостабильную систему. Она какое-то время стабильная. Она не схлопывается, не разделяется газ с водой. И вот в этом виде она приобретает свойства, например, она при протекании через порис в среду она очень вязкая становится. То есть она действительно сопротивляется передвижению, когда особенно пытается ее выталкивать газ. Разработанная пена дольше остается стабильной и не разрушается. Это позволяет увеличить эффект от ее воздействия. Пена используется не только в нефтедобыче, но и в других сферах, например, в металлургии, медицине и пищевой промышленности. По словам Эмилия Сайфулиной, изучение безопасного и эффективного перекрытия потока газа в последующем станет базой для подачи грантов в разработке поверхностно-активных веществ и таких коллоидных систем, как пена. Дальнейший вектор развития ученые видят в создании новых химических веществ, поскольку пену можно использовать в разных условиях. К ним относятся исследования пены для высокотемпературных месторождений, а также месторождений с высокой минерализацией воды. Необходима разработка новой химической реакции, которая позволит создать пену в таких условиях. Из этого следует разработка поверхностно-активных веществ, полимеров и их исследование в системе пены. Эльвина Минабудинова, Никита Акиншин, КФУ Итоги недели. Как выпускник КФУ создает новую социальную сеть? Иди, еще много интересного. Не пропустите! Наши отношения очень позитивные. Сотрудничество КФУ с иностранными партнерами. Какие страны посетили делегации университета и о чем-то говорились? Когда мы открываем книжку, сразу наталкиваемся на фотографию писателя. Казань была в его сердце. Как Евгений Евтушенко создал поэму о Казанском университете? Казанский университет вновь приглашает тех, кто желает изучать татарский язык. В Институте филологии и межкультурной коммуникации открыли бесплатные курсы татарского языка. Их продолжительность два месяца. Курсы в университете проходят ежегодно с 2013 года. И каждый из них пользуется большой популярностью. С прошлого года татарскому языку обучают не только в Казани, но и в филиалах университета в Елабуге и Набережных Челнах. Причем возраст желающих весьма широк. От 18 до 65 лет. Слушателей отличает не только возраст, но и сфера деятельности. Учат татарский язык сотрудники государственных и частных организаций, студенты, а также пенсионеры. О других событиях из жизни университета далее в дайджесте. КФУ КФУ и Азербайджанский университет Хазар подписали меморандум о сотрудничестве. Церемония состоялась во время визита в Баку исполняющего обязанности ректора КФУ Дмитрия Таюрского. Также в рамках визита состоялся ряд встреч с руководством азербайджанских вузов и академических институтов. Кроме того, члены делегации Казанского университета выступили перед студентами и преподавателями с лекциями об историко-культурном наследии Республики Татарстан и Тюркского мира Евразии. 30-летие установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Россией. Такой юбилей на этой неделе отметили в Доме Дружбы народов Татарстана при содействии Института международных отношений КФУ. Выступая, генеральный консул сообщил о том, что президент Туркменистана Сердар Бердумхамедов уделяет важное значение дальнейшему укреплению стратегического сотрудничества с Российской Федерацией в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Наши отношения очень позитивные и речь шла именно о проработанности каждого мероприятия, которое носит не только образовательный эффект, не только научный, но и общественный резонанс. КФУ развивает сотрудничество с вузами Казахстана и Узбекистана. С рабочим визитом страны посетили сразу две делегации университета. Так, в Ташкенте прошла встреча с руководителем Россотрудничества в Республике Узбекистан Михаилом Важдаевым. А в Казахстане представители КФУ во главе с проректором Тимирханом Алишовым посетили Академию логистики и транспорта, Казахский национальный педуниверситет и Казахский университет международных отношений и мировых языков. Баскетбол и аэробика, консультации терапевта и психолога. Так отметили в КФУ Для студентов, преподавателей и сотрудников представили несколько станций. На каждой из них они смогли принять участие в спортивно-оздоровительных занятиях. Например, мастер-классы по степ-аэробике, ведению мяча, ритмической гимнастике, плаванию, эстафеты и спортивных играх. Саундтреки к сериалу «Дальнобойщики 2», фильма «Кавказская пленница 2», «Война» Алексея Балабанова. С их автором на этой неделе смогли пообщаться студенты Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. Для них прошла встреча с руководителем и солистом «Виа Волга-Волга» Антоном Солокаевым. В этом году группа отмечает свое 25-летие. Специально для зрителей на встрече состоялась премьера нового клипа ансамбля и были исполнены его хиты. 7 апреля все пользователи русскоязычного интернета отметили день рождения Рунета. Именно в этот день в 1994 году в мире появился первый сайт зарегистрированный с доменным именем .ру. Его внесли в международную базу данных национальных доменов верхнего уровня, закрепив за Россией. Появление корневого национального домена положило начало государственной идентичности России в глобальной сети. В 2009 году появился еще один домен .rf Это первый во всемирной сети домен, при написании которого используют только кириллицу. В настоящее время домен .ru продолжает оставаться одним из крупнейших в мире, а количество пользователей Рунета из года в год постоянно растет. О том, какие темы стали определяющими на неделе для моего коллеги Леонида Толчинского мы узнаем из его авторской рубрики. И снова с вами смотрите сами. В последние дни очень многие обращаются с просьбой прокомментировать свое видение того, что в публичном пространстве называют информационная война. Попробуй об этом очень кратко и корректно, учитывая, что информационные битвы сейчас в самом разгаре и играют в ходе глобального противостояния не менее значимую роль, чем выстрелы пушек и финансо-экономические баталии. Более того, часто именно информационные удары играют роль артподготовки для дальнейшего наступления по иным фронтам. То, что называется информационная война, началось не в феврале этого года, а много лет назад. Поэтому странно, что некоторые, выкатив глаза, сейчас суматошно сетуют на наше упущение в этой битве и предлагают свои рецепты. Начну с того, что медиа-отрасль единственная в стране, у которой нет и никогда не было стратегии развития. Ну, то есть, начальники были, бюджеты выделялись, гранты осваивались, конференции, форумы проводились, бесполезные рейтинги и топы публиковались, которые делали тоже не за бесплатно какие-то компании. А вот стратегии не было и нет. Давайте скажем честно, что на медиарынке была вакханалия. С этим и подошли к решающим битвам. И подошли настолько неготовыми и разрозненными в действиях, что даже спустя полтора месяца после начала спецоперации не можем понять, где и кто центры ответственности за информационную политику. Года два назад я одному очень влиятельному и приличному такому деятелю федерального медиа-сообщества написал, что как-то странно, когда целая отрасль, от которой сегодня слишком многое зависит, в больших и малых битвах живет на авось. Никто не может ответить на вопрос, что с ней будет через, не то чтобы спустя год-два, а даже через месяц, какие цели в своем развитии она ставит, как будет действовать в критических ситуациях, для чего и во благо чего тратятся несметные средства. В стране даже нет единого понимания, сколько собственно тратится. Вы можете легко посмотреть общий объем затрат по стране на что угодно. Например, на строительство дорог в разрезе по всем параметрам, на строительство жилья, на науку и образование, опять же, во всех разрезах и консолидировано. А вот сколько уходит на медиа отрасль со всеми ее составляющими, не знает никто. Никто не знает, кто и что в этой медиамашине и для чего делает, какого уровня и каких компетенций отрасли нужны кадры, что они будут делать и кто и для чего будет ими руководить, организовывать те или иные стратегические медиапроекты и многое в том же духе. Знаете, что мне ответил тот большой медиадеятель? Вот вы такой умный, вы и пишите свои стратегии, а мы знаем, что делать. Жалко, что потеряны годы, утеряно возможность стратегическое преимущество страны на глобальном медиапространстве, бездумно съедены средства, разобщены и вообще непонятно в каком состоянии кадры. Состояние настолько плохое, что, я повторюсь, до сих пор на медиафронте страны полный разброд, нет центра ответственности, никто не наюту в медиаструктурах, ничего не изменил принципиально в своей работе, за исключением разве что того, что на экранах ТВ стало чуть меньше развлекательных программ, ведущие некоторых из которых просто покинули страну. Мы сейчас больше надеемся на коллег из Китая или Индии, может они что-то там произнесут спасительное, что заполнит сплошь негативный глобальный медиаландшафт. Я уже не говорю о таком специфическом сегменте, как молодежная аудитория. Оказалось, что с ней и работали непонятно как, и для чего, и сейчас ничего не могут предложить. Кто сегодня системно работает в медиапространстве с такой разной многоликой молодежью, со всеми ее страхами, растерянностями, недостатком знаний и стремлением понять свое место и роль в этом ломающемся мире? Это вопрос пустоту. Очень грустная, на мой взгляд, ситуация. Сейчас не хочу уподобляться массе и давать умные советы со стороны, что нужно делать. Большинство действий в данный момент осуществляется ситуативно. Более того, они проходят в режиме отбивания атак. Ни о каких медианападениях, никакой речи сейчас решатели в этой отрасли не ведут. Повесткой дня наши медиаменеджеры давно не управляют. Даже дорогу страшным видеофактам правды тех же глумлений над нашими солдатами до мировой общественности пробивали консолидировано по собственной инициативе наши легендарные журналисты-военкоры, организовав соответствующие акции рассылки в сетевом пространстве. Все же успехи фантастической консолидации населения вокруг лидера страны и обозначенных им задач все эти успехи следует отнести исключительно к верности действий собственного лидера и традиционном срабатывании на ментальном уровне российского принципа молниеносной консолидации перед лицом общего врага. Тут нам Запад с его олигофреническим давлением на страну помог совершить невозможное для мирного времени. Ошибки придется исправлять безусловно, учитывая, что информационная война не закончится еще очень долго. Точнее, век информации информационных технологий только будет расширять возможности этой войны. И в этой битве нам нужна четкая стратегия, включающая и идеологические, базовые, и образовательные парадигмы. Нам нужны создаваемые в ее рамках свои кинжалы и гиперзвук. Нам нужно системное понимание и цели взаимодействия с теми, кто создает необходимые цифровые инструменты. Нам нужны детекторы фейков и отточенные механизмы реагирования и нейтрализации. Нужно долгосрочное понимание границ, после которых свобода слова переходит в нечто иное. Нужно определение платформ, инструментов и средств атаки на глобальном медиаполе. Нам нужны выстраиваемые медиапрактики, подчиненные социальным технологиям, играющим на долгосрочный и устойчивый результат, а не те, что сегодня для медиа ставят политтехнологи. Большей частью не весь кто такие и чьи мысли и задачи не уходят дальше исполнения краткосрочных сиюминутных потребностей. Нам на основе этого в конце концов нужно осознание приоритетности, если хотите элитности подготовки тех, кто далее будет вершить судьбы в медиа и судьбы самих медиа, как это сейчас происходит например в отношении IT-специалистов будущего. Но пока все о чем я говорю увы сопровождается терминами констатаций и пожеланий ожиданий. Такие дела. Всем доброго. выпускник института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета создает социальную сеть ее название Фотограмм. Разработка приложения началась задолго до блокировки известных интернет-платформ. Авторы проекта это подчеркивают особо. И эта сеть не альтернатива другим. Вместе с казанским разработчиком, который, к слову, живет в новом Уренгое есть и другие участники команды. Амир Бехан, Али Плиев и, собственно, сам Евгений Перевозчиков. Именно с ними мы и решили побеседовать. И расстояние для этого нам не стало помехой. Как, в общем-то, и работает сам принцип социальных сетей, объединяющих людей по всему миру. Здравствуйте, Евгений и Али. Так что это за новая социальная сеть? Кто сможет в нее вступить и как она будет работать? Социальная сеть, она представляет из себя социальную сеть в формате фотоальбома. Это что-то подобное, к чему мы, в принципе, все и привыкли по настоящее время и часто использовали. С одной исключительной особенностью, которая является наличие искусственного интеллекта, который призвано определить факт отредактированности отредактированного изображения и тем самым подтвердить либо опровергнуть его истинность, что ли, так. И после публикации такого неотредактированного истинного изображения мы будем ставить галочку реальности на такие снимки. но изображения, которые будут являться отредактированными, тоже можно спокойно публиковать, просто на них не будет этой галочки. Как, собственно, работает искусственный интеллект в социальной сети? За что он отвечает? Хороший вопрос. Дело в том, что искусственный интеллект на данный момент, он прошел обучение, он функционален, но в силу того, что в обучении участвовало недостаточное количество файлов обучающих, это изображения, отредактированные ранее и их исходные изображения. еще встречаются ошибки в его работе. Мы в данный момент занимаемся его доработкой и остро нуждаемся в дополнительных файлах. То есть это те самые фотографии, которые были отредактированы и их исходная копия, чтобы искусственному интеллекту было проще обучиться. А что касается второй части вашего вопроса, это про девушек, наличие макияжа никак не должно сказываться на работе искусственного интеллекта. Искусственный интеллект, он сканирует всю область изображения и выявляет наличие отредактированных пикселей. То есть это нелогичность цветов и так далее. Это как сейчас работает большинство фоторедакторов. Они размыливают, замазывают, так или иначе оставляют свой след на пикселях, пиксельный след на изображении. И вот таким образом мы выявляем. На данный момент мы в принципе говорим да, нет, то есть отредактировано, не отредактировано, не выделяем области. В будущем мы планируем определять эти зоны и если это будет интересно пользователям, мы будем их показывать автору публикации и он уже будет решать дальше, что с этим делать, публиковать, не публиковать. То есть эта социальная сеть исключительно для любителей фотографии. Причем без различных фильтров для людей, кто любит исключительно оригинал? В основном для них, но не только для них. Наша социальная сеть для всех. И как сказал Евгений, с тем лишь отличием, что будет внедрен, внедрен, уже внедрен механизм искусственного интеллекта для отображения ретуши. То есть это социальная сеть, ну не буду назвать другие социальные сети, аналогично другим сетям, но со своими особенностями, со своими фишками, скажем так. А как пришла идея создания фотограмма? Это ведь не в последние дни и не месяцы. идея на самом деле уже больше года. Вот больше года назад, декабре 2020 года. Больше года уже находится в активной стадии реализации. А сама идея вообще зародилась еще больше двух лет назад. Просто витала в голове как-то. И в какой-то момент было принято решение дать ей все-таки жизнь. А идея вообще сама развилась из-за того, что очень много в последнее время появилось отредактированных изображений в социальных сетях, в принципе там в социальных медиа. И начало как раз примерно около двух лет назад зарождаться движение, которое уходило от этого. Наоборот, разворот на натуральность контента появился в сети. Это можно было проследить в некоторых западных источниках и сейчас у нас в России это тоже начинает набирать интерес у пользователей подобного рода контента, потому что команда фотограмм считает, что общество в принципе насытилось уже таким глянцем, который в принципе не то, что не всегда верно отражает, а далеко не всегда показывает истинность происходящего. И хотелось бы создать вот такой небольшой островок, что ли, где можно было бы, заходя на который, ты можешь быть уверен, что ты обязательно увидишь истинные лица, истинные картинки. Сейчас уже действует тестовая версия. Какие первые отзывы? Отзывы в принципе положительные, все поддерживают. Есть ряд замечаний к... Вот сегодня вот даже один человек написал, что где-то может быть поменять цвет шифта, что он где-то не очень сливается. Но мы эти неточности поправим. Для того мы и сделали тестовую версию, чтобы как можно от большего количества пользователей получить обратную связь и выпустить наиболее приближенный к удобному использованию и своим функционалам действующим для пользователей приложения. Евгений, вы ведь сами выпускник Института геологии КФУ. А как получилось, что сейчас вы трудитесь в IT-сфере? Даже не знаю, как правильно ответить на этот вопрос. Просто идея появилась. Я поделился с Али. Мы как раз тогда занимались одним проектом по линии молодежных молодых специалистов в нашей компании. И занимались одним совместным проектом. И в ходе этого как-то та работа переросла в реализацию этого проекта. Это же по большому счету для нас фобби является. Мы просто попробовали насколько это актуально для пользователей и хотели попробовать выпустить что-то свое. А сколько уже скачиваний, если, конечно, не секрет? Скачивания сейчас очень сложно оценить, потому как приложение еще не выпустилось на официальных медиамаркетах. Это Play Market, App Gallery, с App Store дела еще чуть хуже обстоят. Политика пока не позволяет так просто сделать. Но для пользователя Android я думаю, что на следующей неделе уже можно будет вполне официально установить на свое устройство. Большое спасибо за интересную беседу, но и обязательно мы тоже скачаем фотограмм. В Казани я чувствую себя как дома. Именно так говорил Евгений Евтушенко, большой друг нашего города и вуза. Своё отношение к нему он высказал в поэме «Казанский университет». В столице Татарстана Евтушенко был несколько раз. Впервые встреча состоялась в преддверии 50-летия Октябрьской революции в 1967 году. Но тогда он был с неофициальным визитом в Казанском университете, где читал свои стихи студентам. Чуть позже он побывал здесь, собирая информацию об истории Казани. Уже через год в 70-м состоялась премьера поэмы «Казанский университет». По словам современников, тогда в актовом зале яблоку было негде упасть. Люди сидели на подоконниках и стояли в проходах. В современной истории Казанского университета тоже были встречи с Евгением Александровичем. Он также читал стихи, беседовал со студентами и преподавателями. И тогда казалось, что дух великих шестидесятников будет вечным. Однако пять лет назад Евгения Евтушенко не стало. Сохранился ли тот экземпляр поэмы в библиотеке Казанского университета, узнал Амир Ахтямов. Евгений Евтушенко чтец, оратор, прозаик, номинант Нобелевской премии в сфере литературы, автор сотен известных стихов и сценариев, публицист и общественный деятель, который до последних дней своей жизни был патриотом своей родины. Евгения Евтушенко родилась летом 1932 года в Иркутской области. Почти после рождения семья перебралась на станцию Зима, что располагалось неподалеку. Отец новорожденного мальчика был малоизвестным поэтом и геологом с немецко-латышской фамилией Гангус. В школе Евгений учился не слишком хорошо, однако довольно увлеченно занимался в поэтической студии местного дома пионеров. Студенты грузчики такие страшные летают в воздухе арбузы страшные и с уважением глядит милиция и на мэйтовца и на ми и в в 1948 году Евтушенко отчислили из школы за якобы сожженный журнал с отметками. Он предпринял первые попытки напечататься в молодой гвардии, но первая публикация состоится лишь год спустя. Это будет стихотворение «Два спорта» в тематическом издании «Советский спорт». С Казанию Евгений Евтушенко связывает давняя дружба. Так, в 1969 году он изучал историю нашего города в казанских архивах, встречался с очевидцами исторических событий в университете и впервые читал стихи в легендарном актовом зале Казанского университета. Еще одна ниточка, которая связывала Евтушенко с Казанью, это многолетняя дружба поэта с Эдуардом Трескиным, прошлым известным оперным певцом, сегодня профессором Казанской консерватории. О том, как они познакомились, тоже можно прочитать в казанских историях. Работы Евгения Евтушенко хранятся и в научной библиотеке Казанского университета. Например, у меня на руках его поэма под названием «Казанский университет». Она была выпущена в Казани в 1971 году, состоит из 19 глав и вмещает около 90 страниц. Когда мы открываем книжку, то сразу наталкиваемся на фотографию писателя. В апреле 1970 года поэт прочитал поэму «Казанский университет». Эта поэма – своего рода учебник по истории университета и Казани того времени. Исторические события помогли молодому в то время поэту, а потом и многочисленным любителям его творчества, лучше понять современные проблемы. В начале 2010 года Евгений Евтушенко диагностировали рак почки. Опухоль удалось приструнить, но спустя 6 лет началась ремиссия. Как вспоминала его супруга, узнав, что жить ему осталось 3 месяца, Евгений заплакал, но уже через минуту вновь погрузился в работу, чтобы завершить антологию до своей смерти. 1 апреля 2017 года поэт был госпитализирован в медицинский центр штата Оклахома, США, в тяжелом состоянии. В этот же день 84-летний гений поэзии и прозы скончался в окружении родных. Его тело перевезли в Россию, чтобы почитатели его таланта могли попрощаться. Церемонию прощания продлили на час, ведь и сам Евтушенко во время встреч с читателями всегда оставался подписывать книги до последнего человека. Амир Ахтямов, Амир Елдашев, КФУ, Итоги недели. Людей неинтересных в мире нет. Их судьбы как истории планет. У каждой все особое свое. И нет планет, похожих на нее. Писал Евгений Евтушенко. Берегите в себе свою личность. Берегите личности в других. Всего доброго. Встретимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...